Циклин-зависимые киназы Циклин-зависимые киназы Циклин-зависимые киназы Вместе с комплексом циклином Д способствуют Взаимодействию С белком ретинобластомы И тем самым Происходит активизация Клеточного цикла Где собственно? Если так задуматься, то в развитии опухоли принимает участие достаточно большое количество онкогенов, но непосредственно только малая группа отвечает за контроль клеточного цикла. Это 64 онкогена из 621, что составляет 10,3. И наиболее важный сигнальный путь – это тот самый называемый путь ретинобластомный сигнальный путь, где важное значение отводится циклин с зависимым киназом 4,6. Повторяю, их 11. И непосредственное взаимодействие циклинозависимых киназ с циклином происходит взаимодействием с ретинобластомом, с белками ретинобластома. И здесь активизация происходит точки R в фазе G1 и переход в фазу репликации, фазу S. И происходит дальнейший запуск клетки, в том числе и опухолевые клетки. Таким образом, настоящий момент, что нам известно о циклинозависимых киназ, если всё подвести в одно единое. Что это семейство – серин, трианин, киназ, они, безусловно, играют роль ключевую в регуляции клеточного цикла. Недаром в начале 21 века была вручена Нобелевская премия за контроль клеточного цикла. Связывание циклинозависимых киназ 4,6 с циклинами D-типа, как я уже говорила, приводит к фосфорилированию белка ретинобластомы, перехода клеточного цикла из фазы G1 раннего роста в фазу репликации, фазу S. И вот на этом этапе взаимодействие с малыми молекулами, коими являются рибоциклип, полбоциклип и обемоциклип, происходит избирательное ингибирование циклинозависимых киназ 4,6, что приводит к остановке клеточного цикла в фазе G1. И это, в свою очередь, приводит к снижению жизнеспособности клеток и уменьшению объема опухоли. Вот таким образом выглядит арест клеточного цикла. И на самом деле одинаковые ингибиторы циклинозависимых киназ. У нас есть обемоциклип, полбоциклип и рибоциклип. Если задуматься, то обемоциклип несколько отличается от двух других ингибиторов циклинозависимых киназ. Недаром даже при других локализациях, как ни странно, изучается именно обемоциклип. И в отличие от полбоциклипа, рибоциклипа, где у нас больные должны получать 3 недели с интервалом в неделю, для обемоциклипа рекомендуется постоянный пролонгированный прием без каких-либо интервалов. А кому мы должны назначать ингибиторы циклинозависимых киназ? Так вот, если рассмотреть современный алгоритм лечения рака молочной железы, то в зависимости от биологического потипа, если мы говорим о HER2-позитивном раке молочной железы метастатической, исключительно комбинированный подход, включающий таргетную мишень и комбинаторный партнер, об этом будет более подробно говорить в своем докладе Петр Владимирович. Если мы говорим о трижды негативном раке молочной железы, здесь, конечно же, опять-таки идет комбинированный подход в данном случае, в зависимости от наличия того или иного маркера, если есть PDL-экспрессия, то предпочтительно назначение онкоиммунологического препарата в комбинации с химиотерапией, если есть Берси-мутация, то и парп-ингибиторы и отсутствие двух данных маркеров, предпочтение отдается химиотерапии, то в монорежиме. А вот если мы говорим о гормонопозитивном раке молочной железы, то в первой линии, независимо от прогностической или непрогностической группы, все эти пациенты выиграют, если комбинировать гормонотерапию с рибоциклибом, палбоциклибом или же абемоциклибом. Собственно, действительно, может быть, все-таки химиотерапия лучше. Так вот, большой метаанализ с включением сведений более чем 140 клинических исследований, это порядка 50 тысяч пациентов, то показал, что метаанализ первой и второй линий системной терапии гормонопозитивного метастатического рака молочной железы, то именно комбинация гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ лучше, чем любой режим химиотерапии по показателям выживаемости без прогрессирования. И ингибиторы циклинозависимых киназ на комбинации с гормонотерапией есть доказательная база для применения соответствующих малых молекул, как в первой линии, так и при прогрессировании, и мы можем использовать в монорежиме обемоциклип у интенсивно предлеченных пациентов, получавших в анамнезе химиотерапию и гормонотерапию. И вот те результаты, которые были представлены, и объединенный анализ всех исследований показал, что самый важный показатель достигнут от увеличения общей выживаемости от комбинации малых молекул вместе с гормонотерапией. И это подтверждается доказательной базе, как эффективность при непрямом сравнении в исследовании ПАЛОМА-2, МОНОЛИЗА-2, МОНОЛИЗА-7, МОНОАРХ-3. В этих исследованиях медианы выживаемости без прогрессирования, разница, где-то она была не достигнута, медианы общей выживаемости. Но результаты были столь важны. И вот самое важное, что отношение риска, тот показатель хаза-рейша, который мы используем в своей клинической практике, очень просто. 0,56, он здесь везде примерно одинаков, но чуть больше 0,55, то есть отнимаем 55 на 45% и более, сниженный риск смерти у пациентов, у которых комбинируется гормонотерапия вместе с ингибиторами циклинозависимых киназ. И те же самые улучшения мы видим у пациентов, которые получают ингибиторы циклинозависимых киназ в первой и последующих линиях у пациентов, в том числе и гормонорезистентных пациенток. Самые распространенные побочные эффекты здесь, когда мы решаем вопрос, какой из ингибиторов циклинозависимых киназ назначить, мы должны определяться и знать тот профиль токсичности, который свойственен тем или иным ингибиторам циклинозависимых киназ. Если мы говорим, например, о палбоциклибе, это первый препарат, который вошел в нашу клиническую практику вместе с гормонотерапией, то чаще всего основные осложнения связаны с нитропинией. Если мы говорим, например, о рибоциклибе, здесь больше всего, такое наиболее осложнение, которое должны мы учитывать, это прежде всего кардиотоксичность, может быть также и гепатотоксичность. Если же мы говорим о бемоциклибе, здесь прежде всего мы должны помнить о диарее. И позвольте, пожалуйста, остановиться на информации, которая касается бемоциклиба, потому что все три молекулы не объять. А бемоциклиб – это новый препарат, который нам мало известен. Тем не менее, это достаточно интересный препарат. Три ключевых исследования, на которых основывается доказательная база – это Монарх-1, показавший эффективность бемоциклиба в монотерапии. У пациентов, получавших три и более терапии, пациенты ранее получали и химиотерапию, и гормонотерапию. И два других исследования – это Монарх-2 и Монарх-3, где пациенты могли получать в Монарх-2 исследованиях 2 – это в первой и во второй линии. Эти пациенты были как в пременопаузе, так и в постменопаузе. А в исследовании Монарх-3 это были исключительно метастатические пациенты, получавшие комбинацию гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых кенаса бемоциклибом в первой линии. И самое важное, что мы всегда думаем о крайне неблагоприятной группе пациентов. Это пациенты с резистентностью, первичной резистентностью, а также пациенты, которые имеют вестеральные метастазы, в данном случае метастазы в печени. Так вот, было показано, что выживаемость без прогрессирования при добавлении к фулвестранту обемоциклиба увеличивает выживаемость без прогрессирования с 9,3 до 16,9 месяцев. Хаза рейч относительный риск при этом составляет 0,54, на 46% снижается риск прогрессирования. При общей выживаемости добавление к фулвестранту обемоциклиба увеличило медиану общей выживаемости с 37 месяцев до 46,7 месяцев. При этом отношение риска составило 0,76, на 23% снижался риск смерти. И посмотрите, мы видим, что в крайне неблагоприятных подгруппах с вестеральными метастазами улучшение показателей, так же, как и у пациентов с первичной резистентностью, когда рецидив заболевания наступал в течение первых двух лет, адювантной гормональной терапии или прогрессирование заболевания в течение первых 6 месяцев в первой линии эндокринотерапии по поводу метастатической стадии заболевания. И результаты общей выживаемости в зависимости от зоны метастазирования. При наличии висцеральных метастазов, соответственно, улучшение при добавлении к фулвестранту обемоциклиба показатель общей выживаемости составил 40,3 медианы выживаемости по сравнению с 32,2 у пациентов, получавших плацебо с фулвестрантом. Отношение рисков составило 0,68, на 32% снижался риск смерти. То же самое мы видим улучшение медианы выживаемости у пациентов с метастазами в кости, она даже еще не достигнута. И также мы видим некоторые улучшения независимости от сайта метастазов. Но самое важное, то, что мы всегда обращаем, это первичная резистентность. У пациентов в группе неблагоприятного прогноза комбинация биомоциклиба с фулвестрантом увеличивала медиану общей выживаемости 31,5 месяцев до 38,7 месяцев. И то же самое мы видим улучшение общей выживаемости при вторичной резистентности. Медиан общей выживаемости увеличилось от 40,7 месяцев до 48,8 месяцев при добавлении обеомоциклиба к фулвестранту. Экспериментальный анализ, время до назначения химиотерапии. Посмотрите, насколько увеличивается время до назначения потенциального токсичного лечения, ухудшающего качество жизни. С 22 месяцев до 50 месяцев на 30 месяцев увеличивается время до назначения химиотерапии, которая значимо ухудшает качество жизни. Основные побочные эффекты, которые связаны с комбинацией обеомоциклиба с фулвестрантом, главным образом, это диареи и нитропения. На что мы должны обращать внимание? При этом хотелось еще отметить, если мы говорим о побочном спектре, об этом нужно сказать, потому что это новое осложнение в отношении предназначения ингибиторов циклин-зависимых киназ. А пациентов нужно предупреждать, если развивается какой-то дискомфорт в области живота или первые проявления диареи, рекомендуется назначение лапирамида, большое количество жидкости. И если, соответственно, не купируется проявление диареи, возможно, редукция дозы достаточно удобна. 150 мг таблетки, это 3 таблетки по 50 мг, редукция дозы. Но при этом сказать, что количество пациентов, у которых была отменена препарат по причине токсичности непереносимости, выраженной диареи, таких пациентов не было. И, таким образом, если говорить, ответить на те вопросы, которые мы в настоящий момент себе задали, что такое, в принципе, ингибиторы циклин-зависимых киназ, да, это семейство серин-терианин-киназ, играющих важную роль в регуляции клеточного цикла. Происходит избирательное подавление циклин-зависимых киназ, что приводит к остановке клеточного цикла в фазе G1 раннего роста, снижение жизнеспособности клеток, переход с фазой репликации, уменьшение объема опухоли. И самое важное, что комбинированная гормонотерапия на основе ингибиторов циклин-зависимых киназ, это палбоциклип, рибоциклип или обемоциклип, является в настоящий момент основной опцией влечения гормонопозитивного метастатического рака молочной железы. Мы имеем и знаем хорошо установленный и изученный профиль безопасности ингибиторов циклин-зависимых киназ. В настоящий момент обемоциклип является, по сути, единственным ингибитором циклин-зависимых киназ, одобренным к применению в монотерапии интенсивно предлеченных пациентов. И самое важное, что комбинированная гормонотерапия на основе ингибиторов циклин-зависимых киназ, это увеличение продолжительности и качества жизни больных гормонопозитивным раком молочной железы вне зависимости от прогноза. То есть мы в настоящий момент четко понимаем, что как у пациентов благоприятного прогноза, то есть с большим безрецидивным периодом, с наличием костных метастазов, с мягкотканным компонентом, эти пациенты также получат выгоду в отношении увеличения общей выживаемости, получат пользу. И то же самое касается пациентов с первичной резистентностью и с метастазами, висцеральными метастазами. Благодарность всем коллегам нашего центра, а также сотрудникам, которые помогали в подготовке данной презентации. И спасибо большое за внимание.